Наши гости Йоханнеш Раймер с ее супругой Генеральный секретарь Российского и Евангельского Реанса Виталий Власенко Епископ Альбер Раткин Калуга Дмитрий Маркишенко Главный папарацци Вот он ходит Мы собрались По случаю такой встречи Потому что Работа Евангельского альянса На планете Включает в себя сегодня Один миллиард человек Христиан Один миллиард И вот Иоганнеш Он яркий представитель И Очень важный Участник, работник Этого альянса Нам очень повезло, что он родился в Казахстане Потом жил в Латвии Говорит на русском языке Сейчас живет в Германии Поэтому мы Хотим открыть наше общение Нашу такую пресс-конференцию Вот И Хотели бы Я хотел бы представить Иоганна Раймера Иоганна Раймера Представляю Братья и сестры Я благодарен Богу За эту встречу И У меня просто сердце Переполнило Когда слезы начинают Давить Тогда Сибирь недалека Спасибо вам За то, что вы пришли Я хочу С вами вместе Поблагодарить Бога За то, что мы есть Можно? Можно помолиться? Конечно Давайте помолимся Господь мой, Бог мой Я благодарю тебя За то, что ты Любящий нас Знающий нас И за то, что мы Имеем право Называться твоим именем Христианами Мы благодарим тебя за это И я прошу тебя Благослови наше общение И Сделай так, чтобы это общение Осталось у нас в памяти Как общение друг с другом И с тобой Потому что ты в центре Слава тебе за это Благослови наше общение Во имя Иисуса Аминь Аминь Мне сразу начинать? Конечно Ну хорошо Да, я вижу Вижу Дорогие сестры и братья Я хочу Во-первых Рассказать вам Несколько О Евангельском Всемирном Евангельском Альянсе Это движение Которое началось 175 лет назад Мы не вчера Начинались Один из самых Самых важных В истории Иванского Альянса Вице-председателем Иванского Альянса Президента Был Иван Степанович Проханов Иванский Альянс У нас на территории России Появился очень скоро После создания Иванского Альянса В Великобритании Первые круги Иванского Альянса У нас на территории России Появились уже В 1850-х годах И с тех пор Иванский Альянс Не сходил С поля действия На территории Российской империи А потом Советского Союза И вся эта история Закончилась К сожалению В 20-х годах Прошлого столетия И потом было Много лет Без действия У нас не было доступа Наши церкви Скажем Всех Б Баптистские Иванские церкви Писиарческие церкви Которые входили Во Всех Б Они были Более или менее Вынуждены Присоединиться К Совету Церквей К экуминистическому Движению А Евангельский Альянс Остался в стороне И только Всего Несколько Лет назад Возобновилась Деятельность Иванского Альянса На территории России Я благодарен За то, что у нас Тут есть представитель Российского Иванского Альянса Это официальная Структура Которая входит Во всемирный Иванский Альянс Скажу два слова О себе Я Выходец отсюда Вы моя семья Аллилуйя Я благодарю Бога За это Я благодарю Бога За это И Получилось так Что Меня Попросили Заняться организацией Определенных Движений Во всемирном Иванском Альянсе Об этом я сейчас Расскажу побольше Потом Вот Но В течение Последних Двух с половиной лет Я вхожу В непосредственное Экзекутивное Руководство Альянса Нас там Восемь человек И Мы отвечаем За работу В 143 странах Официально Где он Зарегистрирован И В 40 странах Мы работаем Над регистрацией Альянс В Китае Китайское правительство Не дает нам Регистрировать Явальский Альянс Но мы Работаем Над этим И пытаемся Найти выходы И помочь Нашим Явальским Верующим Растущему Евангельскому Явальской Семье На территории Китая У нас там На момент Более 250 миллионов Сестер и братьев Это наша Семья 250 миллионов 250 миллионов Только Только в Китае Они еще не имеют Официальной структуры И мы пытаемся Им помочь Многие церкви Находятся в подполье И помочь Встать на ноги Это очень важно Но я вам расскажу Чем занимается Альянс Вот я там В руководстве И отвечаю За всю Деятельность Всемирного Ивальского Альянса Связанную С общества Общества Мы имеем Полный Открытый Доступ В ООН В организацию ООН На всех конференциях ООН Есть наши Представители Сейчас прошла конференция По защите Нашей земли От Экологического Развала В Шотландии На этой конференции Было около 40 наших Представителей И во многих документах Нам удается Все-таки Внести Евангельскую Нотку И это цель Наша цель Значит Я начну с того Чтобы рассказать вам Какая идея Альянса Что кроется За этим Альянсом И как построена Эта плоская Структура Потому что мы Никак не являемся Какой-то Иерархической Организацией У нас нет Слава Богу У нас нет Папы Римского У нас есть Генеральный секретарь Его зовут Томас Шермахер Это Известный Профессор Богослов С Германии Немец Он только В марте Этого года Был переизбран До этого был Филиппинец Брат наш Ответственный Но генеральный секретарь Не означает Что он руководит Явальским альянсом Как руководили Раньше генеральные секретари Партиями Засем другая структура Ее надо понять И когда мы ее поймем Потому что мы все Часть этого альянса Тогда появится вот это движение Это сеть Это движение За пределами наших Определенных конфессиональных Убеждений Иван Степанович Проханов Который являлся Вице-президентом Всемирного альянса В начале 20-го столетия Он так и говорил Во первом У нас единство А там во второстепенных вопросах Мы можем различаться Но самое главное У нас остается главное Главное на первом месте И главное нас соединяет Вот я хочу начать С небольшого Исторического обзора И показать вам Как организовывался Евангельский альянс И что кроилось за этим Когда у нас появился Евангельский альянс В 1846 году Он появился в Англии И в английском обществе В то время Были очень большие разногласия Между церквями Официальная религия Англиканская церковь Она давила на методистов Она давила на баптистов Невозможно было даже Баптиста или методиста Похоронить рядом с англиканцем Потому что на кладбище Не пускали наших людей А в Англии было пробуждение Нужно было найти совместные Какие-то пути и разговоры И вот так начался В Англии Евангельский альянс И начался он с базовой группы И по сегодняшний день так Значит, верующие люди Представители различных конфессий Они собирались в кружок И в этом кружке Это был местный кружок Скажем, в Ливерпуле Или в Лондоне Или в других городах Англии Шотландии и так далее В Великобритании Они собирались И их интерес заключался Во-первых, найти единство в молитве Но когда ты не можешь похоронить методиста Он умер Ты его не можешь похоронить Ты его как собаку зарываешь где-то Как-то даже уживаться Жить в этом городе И вот молитва Это была первая цель И вначале собирались люди Различного склада Очень различного склада Собирались не только священники И зачастую это были вообще не священники Это были просто верующие люди У которых сердце болело За то, что в стране такая не суразится Страна Великобритания была первой страной По вопросам рабства Кругом были рабы Они туда завезли рабов И эти братья начали молиться О конце рабовладического строя Иваньский альянс стал в принципе Похоронным элементом рабовладения Это евангельские верующие Которые потом в парламенте В Великобритании выступали И поднимали буквальным образом этот вопрос Значит, первый вопрос был вопрос молитвы Молитва в центре, понимаете? Молитва и общение с Богом Второй вопрос, который для них был очень-очень важным Это вопрос миссии Это вопрос евангелизации и миссии Значит, миссия Чем мы занимаемся? Мы хотим в этом мире проповедовать Евангелие Царства А проповедовать Евангелие Царства Это никак не проповедовать Евангелие нашей конфессии Абсолютно Даже ни одно и то же Когда мы проповедуем Евангелие Царства Мы проповедуем Царство, которое когда-нибудь будет в небе И нет такого Я вот с баптистов И нет такого последнего баптиста Которого был убежден, что в небе будут только баптисты Но никто в это не верит Павел Николаевичу только Павел Николаевичу тоже не верит Даже наши Наши это не верят И спроси православного Католика, они играют роли Они все скажут Ну в небе, да, в небе исключение из правил Подождите Но небо начинается тут Да? И вот миссия Это был следующий вопрос Молитва, миссия Была очень важна Потом правовая защита Правовая защита Это как, если вдруг тебя, как церковь, не признают И у тебя нет возможности, еще раз повторяю Похоронить своего члена церкви Даже этого нет возможности Потом выгоняли их с работы У них не было работы Надо было создавать какие-то фонды для поддержки друг друга Поддержки семей Люди просто вымирали Евангельские верующие вымирали с голода Это время, так называемое, первых годов капитализма И это было не только в Англии так Это было так по всей Европе И даже в Америке Кругом Значит, правовая защита И некоторые другие вопросы Вопросы жизненного характера Вот они стояли в центре В центре стояла неконфессиональность Но В центре стояли убеждения Значит, убеждения какие? Во-первых, мы руководствуемся в нашей жизни Библией И только Библией Аминь Мы строим нашу молитву Мы строим нашу миссию Мы строим нашу правовую защиту Мы строим нашу убежденность на Библии На Священном Писании И Библия не погрешна Это наш фундамент Во-вторых, мы строим наше общение Нашу совместную жизнь Мы строим нашу миссию На центре всех наших духовных убеждений Это Иисус Христос, Господь наш Мы христоцентричны Мы христоцентричны На Христе мы строимся И Христос наш Господь И никто другой И мы никому другому не дадим Нам давать какие-то Указывать какие-то правила В-третьих, мы являемся Обществом христиан Которые верят в священное В общее священство Мы верим в то, что каждый христианин Имеет право, имеет место В Царстве Небесном И вот эти устои были важны Теперь вопросы связаны С формой крещения Связаны с формой хлебопреломления Связаны со всеми вот такими Конфессиональными вопросами Сколько у вас диаконов И чем занимаются декана Есть ли у вас диаконисы Нет у вас диаконис И так далее У вас один пресвитер Или 20 пресвитеров У вас пасторское служение Или у вас пресвитерское служение Все эти вопросы Они решили посчитать за второстепенные Потому что эти вопросы Они иногда очень важны Но они контекстуально В определенном контексте Они контекстуально зафиксированы Потому что в одном обществе Можно так А в другом невозможно так И так далее Они оставили этим Мы не будем на эту тему дискутировать Но если кому нужна помощь Организация лидерства в церкви Мы с вами поговорим И появились конференции Лидерские конференции И так далее И тому подобное Вот так начался Ивальский альянс С местных альянсов Потом эти местные группы Начали встречаться Начали разговаривать Друг с другом Появились первые конференции Духовные конференции И на этих духовных конференциях Они обсуждали совместные вопросы Появились множество Других местных альянсов И эти местные альянсы Создавали своего рода Скажем Региональный альянс Так появился альянс в Шотландии Потом появился альянс В Англии Потом появился альянс В Германии Потом во Франции Потом в 1856 году Извините Во в Турции Потом он появился Ивальский альянс В Южной России Да Уже в 50-х годах В конце 40-х В 50-х годах У нас появились первые Евангельские альянсы На территории России Между прочим Целое движение Целое движение Появились так называемые Альянсовские церкви У нас в России Было целое движение Которые назывались Альянсовские церкви Этот альянс появился Среди немцев Колонистов И альянсовские церкви Так они и назывались Они находили Общее Вот в этих вопросах Молитва Миссия Христоцентричность Библейские основы И так далее Самое важное Первичное было важным И вот это движение Начало миссию На славян Евангельский альянс Люди Евангельского альянса Начали работу Среди славян И потом Каялись Малакане Каялись люди Российские В Украине И так далее Появились Свои лидеры И один из них Это был Иван Спалыч Проханов Другой был Павлов Иван Гуревич Павлов И появился Целый ряд Лидеров И эти лидеры Они все были Связаны с Евангельским движением Абсолютно все Началось Это движение По России Из этого движения Родились наши Церкви Родились Баптисты Родились Иваньские Христиане Потом Пройдет время Появятся Христиане Вера Евангельской Потом пройдет Еще больше Времени Появятся Наши веселые Харизматы И так далее Но мы Евангельские Верующие Мы все Дети Евангельского Альянса И в России Была такая Система В России Не было Централизованного Евангельского Альянса Даже во времена Когда Проханов Был Вице-президентом А были Вот эти Локальные Альянсы Которые Собирались Скажем В Владикавказский Округ Там собирался Или одно время Они собирали Всех верующих На территории Новомалаканского Района Это На Черном море И так далее И тому подобное И вот эти Локальные Уже Объединения Они потом Превращались В национальные Объединения У нас Появился Национальный Иванский Альянс В Великобритании Вот Потом В Германии В России Российский Иванский Альянс Как таковой Существовал Еще раз Повторяю До Начала Советского Времени Был Российский Иванский Альянс И этот Российский Иванский Альянс Нигде Не считал Себя Централизованной Структурой Это была сеть Своего рода Вы понимаете Движение Да И это движение Жило И живет Вот этой Центральной Идеей Поместного Поместной Молитвы Сбора людей На миссию И так далее И тому подобное Вот И со временем У нас появились Не только Национальные Альянсы У нас Появился Всемирный Иванский Альянс Сначала Только один Потом Это все Больше распространялось И распространялось И в конечном счете Мы поняли Что мы не можем Больше руководить Всемирным движением Движением В 143 странах Не создавая Какие-то Департаменты И поэтому У нас сейчас Появились Региональные Альянсы Есть Европейский Евангельский Альянс Европейский Иванский Альянс В который Входит И российский Иванский Альянс Есть Среднеазиатский Самый молодой Среднеазиатский Иванский Альянс Он включает В себе Все станы Бывшего Советского Союза Среднеазиатскому Иванскому Альянсу Два с половиной Года Совсем Недавно Создан Вот Иванский Альянс В многих Странах Во всех Станах У нас Сейчас Есть Альянсы И Самому Молодому И самому Маленькому Альянсу Сложнее Всех Других А это Евангельский Альянс Туркменистане Они Полностью Ушли В подполье Там Официальная Работа Никакой Невозможна Но Это Не только В Туркменистане Так Это Во многих Других Странах Африки Азии Так Они Не одни Которые Чувствуют себя Абсолютно Забытым И мы Их Никак Не забываем Значит У нас Таких Регионов В мире Сейчас Девять Девять Регионов И в этих Регионах Мы помогаем Верующим Развивать Своё дело Чем Занимается Альянс По сегодняшний День Ничем Другим Чем Занимались Изначально Наши Братья Только Конечно Вопросы Миссии Стали более Конкретными Например Есть идея Евангелизация Это когда мы Приводим Людей Господу У нас Во всемирном Явальском Альянсе В европейском Явальском Альянсе Во многих Национальных Явальских Альянсах И во многих Региональных И локальных Альянсах Есть движение За Евангелизацию Они вместе Евангелизируют В городе В котором я живу В городе Под Кёльном Это всего 40 километров От Кёльна На восток У нас Есть свой Явальский Городской Альянс И этот Явальский Как минимум Одну неделю Молитвы Для всех За общество И за Евангелизацию И так далее Одну неделю Молитвы За мусульманские Народы Потому что В нашем Городе Живет 20 тысяч Населения Из них 40% Турки Турецкое Население И мы молимся За мусульман Целую неделю Даже целый месяц Мы молимся За мусульман И весь наш Евангельский Альянс Германии Настроен В этот месяц На молитву За мусульман Потом мы Каждый год Проводим Как минимум Одну Евангелизацию У нас В городе Совместно Все вместе Взятые Это у нас В городе Сейчас В Германии Проходит Евангелизационный Крусейд Евангелизационный Евангелизационный Альянс Который Проходит Более Сем 140 Городах Одновременно Везде Под одной Темой Везде С одной Идеей И все Евангелизация Это Никуда Не годится И так далее Появились Очень важные Вопросы Которые Надо решать Решать На месте И решать За пределами Наших мест Я приехал В Ташкент Я сейчас Пробыл Прошлую Неделю В Узбекистане И в Ташкенте Невозможно Похоронить Узбека Или Таджика Или еще Какого-нибудь Бывшего Мусульманина На официальном Кладбище То же самое Что было 150 лет В Англии В Англии То же самое И вот Надо же им Помочь Встать на ноги Да Как-то Поставить их На ноги Надо найти Возможность Или создавать Свои Кладбища Евангельские Ну Мы же не можем Выкидывать Наших Братьев и сестер Отошедших В небо Просто на улицу Как собак Надо же искать Какие-то выходы И вот мы Как Еванский Альянс Ведем переговоры С государством Мы должны Вести Переговоры С государством По этому поводу Или возьмите Другой пример У нас Во Всемирном Альянсе Появилось Экологическое движение Потому что Во многих странах мира Просто нет Больше здоровой воды И далеко ходить Не надо Вокруг Аральского моря Потому что Аму Дарья И Сыр Дарья Показал бы сейчас фотографии Они не доходят Больше до Арала Нет свежей воды И Аральское море Оно стало Мертвым морем Там не рыбы И людям пить нечего Люди Вымирают Я когда сейчас был На прошлой неделе Там На Аральском море Вы знаете Вы выйдете на улицу Теплая была погода Ну не жарко Но теплая погода У меня лицо Сразу загорелось Потому что Химия Она лежит в воздухе Вода отравленная Я только начал пить воду И по сегодняшний день С поносом бегаю Честно Как есть Вы понимаете Слава Богу Что Раткин привез с собой Таблетки Помогает потихоньку Вот И им нужна вода Им нужна вода Чистая вода А как ее Если ее нет И вот Наши канадские Иванский альянс Придумал систему Очищения воды На Африку Они это придумали И сейчас я привез К ним концепцию И мы готовимся Помочь Иванскому альянсу Узбекистана Чтобы они Дали людям Верующим и неверующим Население Вокруг Аральского моря Воду чистую Иначе будут вымирать Или возьмите Другой пример У нас В нашем Яваньском альянсе Существует Движение По миротворчеству Это движение Связано С конфликтами В этом мире И далеко ходить Не надо Вот обратитесь В Украину У нас В Украине Шесть лет назад Яваньский альянс Украины И европейский альянс Начали движение За миротворчество Носители мира Так это называется И вот представьте себе Нам удалось Под 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 Донецком Организовать Миротворческую конференцию Мы пригласили Как с восточной Так и с западной стороны Верующих И как Как одна сторона Так и другая Остановила все Военные действия На три дня И мы вышли В эту Нейтральную полосу Подняли наши руки К небу И благословляли Этих людей И просили Господа Чтобы он принес Мир А вы Пойдитесь По этой нейтральной полосе Там же еще живут люди Бабушка стоит Передо мной Она вот За последние полгода Говорит Я уже три ракеты Вытащила Не взорвавшиеся Из моего дома Ну хорошо Они взорвались Она еще все в живых А мы привезли ей Там целые Несколько грузовиков С хлебом Туда в эту Нейтральную полосу Люди стояли Перед нами Посмотрели мы На эти голодные лица И как они С наших рук Брали этот хлеб Ведь это Задание Ивальского альянса И потом Когда мы привезли К ним этот хлеб Стояли и молились Нас Вот эти деревни Все приглашали Если бы не вы Евангельские верующие Мы бы давно С голоду Сдохли Понимаете Приехали люди Несущие мир Да еще нет мира Но мы не оставим Этот регион Мы с братом Арменом Говорили об Армении Там Азербайджан И Армения Следующий конфликт Прямо у нас под носом И такая же история Или в Африке Сейчас сильные акции Ведутся в Эфиопии Там разваливается Эта страна Там военные действия И в то же самое время Более 50% населения Этой страны Ивановские верующие С автоматом в руках Как на одной Так и на другой стороне Стоят наши люди Баптисты И писятники Это же никуда не годится Это же никуда не годится Так нельзя Мы должны им помочь Итак, в Евангельском альянсе Появились Тематические направленности И они иногда Исходят из локальных Альянсов Иногда они исходят Из региональных Иногда они исходят Из всемирного альянса Но все эти направленности А их, скажем У нас сейчас в Европе Тут Европейский и Вальский альянс Работает В 16 направлениях И эти направленности Это сети своего рода Это не структура Которая заставляет нас Мыслить вот так Или не по-другому Это структура Которая В стране В странах Пытается помочь Людям встать на ноги Я вам приведу пример Такая одна из этих направленностей Связана с душепопечением В нашем бывшем Советском Союзе Даже слова Душепопечения В евангельских кругах Не существовало Когда я написал Свою книгу Основу душепопечительной работы В церкви Мы искали термин Я просмотрел Всю евангельскую литературу Я не нашел Этого термина Нигде И пришлось своровать У наших братьев Из православной церкви Душепопечения Душепопечения Это православный термин А потом конечно Появились наши Западники Они говорят Консультирование Надо назвать Я говорю Консультирование Звучит так Как будто Какой-то советский Коммунист Его назвал Коучинг Мочинг Мочат всякое А своих слов нет Ну а сама идея Душепопечения Существовала А вот тебе Представьте себе В Средней Азии Покаялись в течение последних Десяти, пятнадцати, двадцати лет Ну буквальным образом Десятки тысяч мусульман Десятки тысяч мусульман В Казахстане мы исходим С факта Что у нас в Казахстане На момент больше Ста тысяч Казахов Нашли Господа Иисуса Христа Да Это верующие первого поколения А что сделали верующие Старого поколения Русскоязычные Немецкоязычные Ну они все В дороге В Америку В Германию Они оставили Вот эти страны Оставили сами на себя И остались молодые верующие Которые не понимают Никакого Душепопечения И вот у нас Центрально-Азиатский Иванский Альянс У них есть Такая направленность По всему По всему региону Связанная с Душепопечением И преподавание идет В полном ходу В течение последних Пару лет Мы воспитали Ряд душепопечителей Помогаем церкви Встать на ноги И мы не делаем разницу Между 50-ником И баптистом И харизматом Они все приглашены Мы им всем помогаем В церквях Начать делать Душепопечения И например Вопрос связан с тем Ну как Помочь человеку Который Душепопечительно Нуждается в помощи А он бесноватый Из ислама У нас Очень много Таких примеров В исламе Очень много Оккультизма Очень много Оккультизма А как Помочь человеку Выйти из оккультизма Нужно Душепопечения Которое связано Во-первых С систематикой Ислама Понять надо Ислам Понять надо Вопросы Такой Такого Такой бесноватости Оккультной Зависимости И потом Знать пути И возможности Как его освободить И в этой Душепопечительной Работе У нас сейчас На территории Средней Азии Есть вот эти Элементы Всемирный Евангельский Альянс Предлагает Обмен опытом Значит там В некоторых странах Уже намного Больше опыта Понимаете Одно дело У вас сейчас Тут В России Не знаю Какой процент Евангельских верующих А другое дело Страна Замбия Это в Африке 85% населения Евангельские верующие 85% населения Евангельские верующие Понимаете Там опыта В некоторых вопросах Но намного больше Чем у нас Когда мы Зафиксировались На нашем опыте Мы в конечном счете Мыслим Наша хата С краю Я никого не знаю Ну хата Остается хатой И уже очень Похожи на прошлое А мы не хотим Жить в этом прошлом Нам надо двигаться В будущее Мы хотим Нашему будущему Нашей стране Дать будущее Поэтому люди Вот сегодняшнего дня Нуждаются в нашей помощи А не то Что было позавчера Иван Степанович Проханов Говорил Церковь Это церковь Будущее Если церковь Живет в прошлом Она потеряла Право Называться церковью Еще раз Если церковь Живет в прошлом Она потеряла Право Называться церковью А Иван Воронаев Это основатель Движения Христиан Веры Евангельской Те Которые мы называем Пятидесятниками Он не был Шестьдесятником Он был Всегда Оставался молодым Иван Воронаев Приехал в двадцатом году Сюда на территорию России Ну В современную Украину В Одессу Со своей семьей Все бежали с России Он вернулся сюда И за десять лет Только он Со своей семьей Привели Господу Более пятидесяти тысяч человек Они не переводили Просто баптистов На рельсы Пятидесятников Не надо так говорить В начале этого не было Надо знать историю И там происходили чудеса Происходили большие чудеса Иван Проханов Говорил то же самое Он говорил Если церковь хочет быть церковью Для народа Церкви надо жить среди народа А не отмеживаться от народа И искать какое-то Какое-то убежище Где нас никто не тронет Вот Как оно зачастую сегодня выглядит В некоторых кругах Да И мы бы все Наверное Отказались от такого отца Если остаемся В таких консервативных кругах Да Где все Завязано только на нас Значит церковь Это церковь в будущее Потому что Небо будущее Аминь Мы же не живем Сегодняшним днем Ни завтра А вчерашним уж Никак Вот поэтому Здесь есть направленности Которые помогают нам Реализовать эти идеи Ну все вот эти направленности Евангелизация Или миссия Или молитва Или все Что мы тут предлагаем Со всемирного Ивальского альянса Развивая идеи И находя обмен обществом Оно исходит Из локальных И региональных И встречается В идее Которую потом Мы предлагаем всем А вы уж решайте Нужно оно ли вам Или нет Потому что На местах Свои запросы Свои идеи Свои проблемы Не у всех одно и то же Мы же не живем Все вокруг Корольского моря И у каждого Свои проблемы Вот Поэтому мы помогаем Там где мы можем помочь А помочь Семье В которой Один миллиард верующих Один миллиард Это каждый седьмой человек На этой планете Помочь Движению В которой Один миллиард верующих Есть Всегда Есть с чем Но это было бы глупо Даже предполагать Что в такой массе Людей Нет человека Который бы Мог бы нам помочь Значит Нужна Координационная Деятельность И эта Координационная Деятельность Она у нас Осуществляется Во-первых Как на всемирном уровне Так и на региональных уровнях Так и на национальных уровнях И так далее Я приехал к вам Чтобы вас ободрить Жить Евангельским альянсом Вы в Тюмени Вот тут Вы наша базовая единица Альянс Осуществляет свою работу На местах Или его нет Альянс Не есть структура Которая имеет Своих куркулей Сидящих где-нибудь В центре Оттуда они Командуют парадом Это не альянс Это вообще не альянс Это совет церквей Это экуменистическое движение Это не мы Не надо нас с ними путать Мы так не работаем Наш центр Это поместное явление И оттуда мы начинаем работу И развиваем нашу работу Это значит вы Но для того чтобы она получилась У вас Вам надо делать то Что вы сейчас делаете Мне так нравится Это застолье тут Знаете Я не знаю как вы Но я ученый Человек науки Многие годы был профессором Одного из ведущих университетов По богословию И хорошо знаю мою Библию Как на греческом Так и на еврейском Так и на натинском языках Хорошо знаю мою книгу Вы знаете Иногда правильно говорят Когда смотришь на Иисуса Христа То можно всю его жизнь Описать вот такими обедами Застольями Он тут поел Там поел Там был в гостях Там у него вакуум А потом когда нет застолья Он еще и возьмет Сам устроит застолье И накормит пять тысяч Иисус Христос Вот начинал Вот с этого человеческого Мы сели вместе Мне так нравится Что мы все тут вместе И что мне опять нравится Не знаю кто это придумал Из вас Но у вас тут все пестрит Вы не заметили Многоцветное Яркое Пестрящее Конфетка Конфетка разницы Правильно Вот она красная конфетка Но никто же не подумает Что коммунистическая Это красный маг Это красный маг А это голубая Но ведь никто не подумает Что она голубая В смысле голубых Тут медведь Понимаете Единая Россия Вот мы все сидим за столом И мы тоже такие разноцветные Я хорошо понимаю Конфессиональные разницы Поверьте мне Я знаю разницу между этим И тем и другим Я знаю что в нашей семье Есть правые И левые И такие и другие Но что мне нравится В моей семье В моей евангельской семье Что мы все основываем Наше учение на Библии Мы верим Священному Писанию Что мы все славим Иисуса Христа На наших собраниях Одни славят Очень так Чинно Поют так что Иногда тяжело поверить Что они поют Но не поют Мы у берега земного Но поют же Поют Мы все поем Ни в одной религиозной группировке мира Ни в одной религии Нет песни А у нас у всех есть Потому что мы одна семья Мы вот такие Понимаете Мы может быть Не все одинаково крестим Но мы все крестим Мы все крестим Мы не все одинаково проводим Наши 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 хлебопроломления Наши праздники Но мы все проводим Аминь Значит у нас У нас в принципе Идейно говоря У нас есть центр И он нас объединяет И если он нас не объединяет Если второстепенный Начнет нас объединять Мы все больше и больше Будем уходить в секту И мы становимся сектантами Знаете что такое секта? Секта Это вот когда у вас круг Вот он круг А тут центр А потом вы взяли Из этого круга Вырезали сектор И теперь ищите Центр сектора А он тут И говорите Центр уже не тут А вот он тут И тогда вокруг этого центра Начинаете организовывать Свой круг И все вот это За пределами того Что есть Истина Евангелия И вот такое сектанство Которое Которое Из сектора Превращает Сектор превращает В единое целое Нужно побеждать А когда мы знаем Что центр другой Что центр во Христе И все движемся В сторону Настоящего центра Друзья Тогда мы преодолеваем Наше сектанство Мы преодолеваем Наши секторы Мы находим Общее В центре нашей веры В Иисусе Христе Это иванское движение Может быть Хватит на момент Если у вас есть вопросы Или вы что-то Понаслышке услышали Понимаете Потому что я знаю Там где есть жизнь Там всегда есть Противник из жизни Если нет На человека поклепа То тогда он не живет Потому что Это как у Задорного Пришел на кладбище Иду по кладбищу Смотрю И все молчат А раз молчат Значит Согласны Мы же негде на кладбище А раз живем в жизни Да Посередине жизни То у нас И будут Всегда будут Какие-то люди Которые Которые нам Что-то рассказывают Вот обо мне Столько рассказывают Если верить интернету То мне нужно Каждый битый день Себя исключать Из церкви Я как пастор церкви Сам себя из церкви Исключать буду Если то Что написано В интернете На некоторых страницах Хоть бы вот Настолько Соответствует правде Ну чисто Чистое выражение Вранья Моя жена Учительница В христианской школе Представьте себе Ну чуть ли не каждый месяц Дети приходят К ней Корнелия Корнелия Учительница наша Дорогая А как же так Муж С вами развелся По пророчеству Между прочим Развелся Дети стоят Плачут перед ней А она говорит Как это развелся Он был моим мужем Остался моим мужем И люди мне звонят Говорят Зачем вы такое сделали Шумят Кричат Не спрашивали еще Что произошло Они уже все знают А потом Такую Такую Ерунду Мелят Я слушаю Думаю Ну как можно Вот кто же тебе Это сказал А у нас На членском собрании Встал брат И сказал У него есть информация Он точно знает И брат уверят А меня не спрашивают А потом Я оказываюсь Блудником И моя супруга Бедная Должна слушать Детей Которые ей Все это валят Понаслышке Жить понаслышке Нельзя Мы Люди истины И вы познаете Истину И истина Освободит вас А истина Это там Где мы Мы Сдаем вопросы Люди Которые только Слушают Мотают на ус Они скоро Будут жить Неправдой А нам Надо жить Истиной И поэтому Мой вопрос К вам Если есть вопросы Задавайте По Иваньскому Альянсу По Всемирному Движению Если по Российскому Альянсу Есть тут Виталий Кириллович Да Вот Виталий Кириллович Он Ответит И Есть Братья Приехавшие С нами Мы Вам с удовольствием Ответим на вопросы Если они у вас есть Виталий Кириллович